Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях в 8 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зилахар примет участие в международном фестивале в Ростове-на-Дону. Гостома Российской Федерации весной рассмотрит важный для Южной Осетии законопроект. Таким образом, подписание закона о взаимном признании документов об инвалидности военных и полицейских, пострадавших во время несения службы, вступит в силу после подписания. Взаимное признание документов об инвалидности позволит таким гражданам получать пенсию по законодательству двух стран в зависимости от места проживания. Государственная Дума России рассмотрит законопроект о взаимном признании документов об инвалидности военных и полицейских, пострадавших во время несения службы на территории Республики Южная Осетия, сообщает парламентская газета. Соглашение направлено на развитие сотрудничества Российской Федерации и Республики Южная Осетия в сфере социальной защиты граждан РФ, уволенных из Министерства обороны Республики Южная Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, а также из Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ, ставших инвалидами в следствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с прохождением военной службы на территории Республики Южная Осетия, уточняется в пояснительной записке. Речь в документе идет о бывших сотрудниках Минобороны и МВД России и Южной Осетии, к инвалидности которых привело ранение или заболевание, полученное во время военной службы в Южной Осетии. Взаимное признание документов об инвалидности позволит таким гражданам выбирать получать пенсию по законодательству Республики Южная Осетия, либо по российскому законодательству в зависимости от места проживания. В случае принятия законопроекта он будет действовать 10 лет, а в дальнейшем автоматически продлеваться на 5-летние периоды, до тех пор, пока одна из сторон не захочет его прекратить. Этот законопроект имеет важное значение для граждан Южной Осетии, так как большое количество граждан Южной Осетии служили и служат в силовых структурах, в частности в МВД и Министерстве обороны, ведомствах которой и затрагивает документ. Вопрос о взаимном признании документов об инвалидности военных и полицейских, пострадавших во время несения службы на территории Южной Осетии, обсуждался во время встречи главы Южной Осетии Анатолия Бибилова и российского президента Владимира Путина в Москве в начале марта 2020 года. Соглашение по вопросу взаимного признания документов об инвалидности военных было подписано спустя несколько дней, 17 марта. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Обеспечение безопасности жизни, здоровья детей и взрослых. Сотрудники МЧС приступили к плановым проверкам в учебных учреждениях. Проверки проводятся на соответствие нормам противопожарной безопасности. В ходе осмотра школ был выявлен ряд нарушений. Подробности далее. В годы два раза сотрудники МЧС проводят плановые проверки на соответствие учебных учреждений нормам противопожарной безопасности. Первый раз перед началом учебного года и второй раз после новогодних каникул. В этом году в связи с пандемией количество проверок пришлось сократить. В ходе проверок были выявлены следующие нарушения. Во всех учебных учреждениях республики автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии. Также нуждается в нерабочем состоянии находится внутренний противопожарный и наружный противопожарный водопровод с установкой на улице пожарных гидрантов. Из-за отсутствия постоянной подачи воды внутренний противопожарный проводопровод не функционирует в учебных учреждениях Республики Южная Осетия. К нарушениям относятся также обеспечение дошкольных, образовательных и учебных учреждений Республики первичными средствами пожаротушения. В ходе осмотра школ были выявлены такие нарушения, как отсутствие в зданиях системы пожарной сигнализации и проблемы с водоснабжением, так как в водные гидранты не может регулярно поступать вода. Сложности при проведении учебных мероприятий вызывают нефункционирование или отсутствие системы авторитетической пожарной сигнализации и оповещение людей при пожаре. В школах Республики систематически проводят инструктажи инспекторы пожарной части МЧС Республики Южная Осетия. Главная цель – обеспечение безопасности жизни, здоровья детей и взрослых, а также противопожарная безопасность объектов защиты. К объектам повышенной категории риска относятся дошкольные образовательные учреждения, школы, больницы, дома престарелых. Марьяна Чочиева, Александр Кочиева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Цхинвальский детский хореографический ансамбль «Зилахар» впервые примет участие в фестивале «Будущие дети». Ребята подготовили три танцевальных номера – Симт, Аварский и Горский. Соревноваться наши танцоры будут с представителями из разных регионов Российской Федерации, Донецка, Луганска и Казахстана. Детский хореографический ансамбль «Зилахар» в последней школе номер один города Цхинвал в конце февраля примет участие в международном фестивале «Будущие дети». Фестиваль будет проходить в Ростове-на-Дону с 25 февраля по 3 марта. Нашим юным танцорам конкуренцию составят танцевальные коллективы из разных регионов Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и Республики Казахстан. Учредителем этих фестивалей является Алая Паруса, огромная организация, естественно, она очень сильно занимается фестивалями во всей России и организовала такой же фестиваль в Ростове «Будущие дети» уже и приглашение пришло, конечно же, к нам. То, что касается сугубо самой поездки, мы его очень сильно ждали. Почему? Потому что мы еще и в ноябре планировали выехать, но из-за того, что свирепствовала пандемия, получилось так, что мы не выехали. И мы сейчас очень рады, что все возобновилось, все нам разрешили и готовимся, готовимся однозначно. И у нас три танца, то есть горский, симт и есть такой танец, быстрый дагестанский, это аварский танец. По словам одного из художественных руководителей ансамбля Сергея Кочева, подобного рода фестивали являются большим шансом для каждого коллектива. Фестиваль «Будущие детям» стоит особняком среди других российских международных конкурсов, еще и из-за масштабности мероприятий, проводимых в ее рамках. Ежегодно в работе фестиваля принимает участие около тысячи детей всех возрастов. И то, что коллектив Зиллахара находится среди участников – большая честь. Сейчас у нас серьезная цель, мы намерены хорошее место забрать, и у детей как-то исчезает мысль о том, чтобы где-то что-то не доделать или где-то схалтурить. А сейчас, когда поездок много, когда есть концерты, то более высокая мотивация у детей расти. Мы очень рады, что у нас сейчас этот момент такой. Если не этот вирус, наши успехи, я думаю, что были бы гораздо больше. У детей простой во время перерывов, они не растут в это время. Не каждый ребенок себя может заставлять, не у каждого из них такая цель и мотивация расти и работать над собой. Они пока этого не все умеют. Но у нас процент этот увеличивается у детей, и мы этому безусловно очень рады. Оба художественных руководителя детского ансамбля закончили высшие учебные заведения Российской Федерации по специализированным классам. Молодые люди, как говорится, болеют работой. За три года работы коллектив уже несколько раз занимал победные места в международных конкурсах. В январе Зиллахар стал лауреатом первой степени международного музыкального конкурса «Зимняя фантазия», который проходил в онлайн-формате в Стокгольме. Также ансамбль является обладателем гран-при 24-го международного конкурса «Дарование и талантов времена года», проходившем в онлайн-формате в Турции. Эльвия Дебилова, Александр Кукоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Удачно начался год для борцов Южной Осетии. Представители республики приняли участие в трех соревнованиях и во всех смогли завоевать медали. Подробности расскажет наш спортивный обозреватель Батрат Схурьев. А в новом году первыми соревнованиями для борцов Южной Осетии стало первенство Северной Осетии Алани. Среди спортсменов до 20 лет нашу республику представляли воспитанники тренера Тамерлана Кочева. В самой тяжелой весовой категории слова не оказалось равных Андрею Бестаеву. Вторую золотую медаль в скринвал привез Суслан Джагаев, который выступал в весовой категории до 97 килограммов. Еще одну медаль завоевал Артем Цхаврыбов. Ему удалось зайти на третью ступень перестала. По молодежи у нас получилось так, что Бестаев, Андрей и Джагаев, Суслан боролись. 970-125 килограммов, они оба выиграли. Они неплохо боролись. 7-4 килограммов у нас Цхаврыбов Артем занял третье место. Опять-таки по молодежи. Бестаев и Джагаев, они легко выиграли. На данный момент у своих сверстников сегодня они как-то чуть лучше выглядели. Недели раньше воспитанники школы вольной борьбы Южной Осетии приняли участие уже в первенстве Северной Осетии Алани среди спортсменов до 15 лет. Тут золотую медаль смог завоевать Давид Туаев, который выступал в весовой категории до 85 килограммов. В весе до 52 килограммов второе место занял Эльбрус Плиев, а бронзовым призером соревнований стал Дмитрий Газаев. Такого успеха он добился, выступая в весовой категории до 62 килограммов. Мы неплохо боролись. Вроде бы по юношам у нас Туаев выиграл первенство республики 85 килограммов. Плиев занял второе место Эльбрус. К сожалению, его брат травмировался, он не смог отбороться. Он боролся, но походу травмировался. Воспитанники тренера Тамерлана Кочева попробовали свои силы и во взрослом чемпионате Северной Осетии Алани. Тут бронзовую награду смог завоевать Суслан Джагаев. По взрослым тоже Джагаев боролся, он занял третье место, 97 килограммов. Он очень хорошо боролся, ну очень хорошо как. То есть по сравнению с молодежью, сейчас у него были соперники более такие лучшие, хорошие что ли. И с ним было поинтереснее бороться. Так что он занял третье место и для него это неплохо сейчас. Благодаря этим успехам и августинские борцы примут участие на первенстве России. Дальше у нас в плане первенства России. Джагаев туда еще попадает, он там будет бороться. Отбор на первенство мира, если все будет в порядке. Я имею в виду опять, как в прошлый раз не будет, такие моменты. А так он будет бороться на первенстве России. Затем будет чемпионат первенства России по молодежи. И опять-таки там тоже собираемся. Вот Бестаев, Засеев, Джагаев, они должны там бороться. Бестаев, Засеев, они в одном весе опять попадаются. А Джагаев 97. Напоминаем, что для борцов в Южной Осетии самым удачным выдался 2019 год. Тогда Арсамагу Засееву удалось выиграть первенство мира. Андрей Бестаев стал победителем первенства Европы. Ранее они встретились в финале первенства России. На первенстве России не оказалось равных и с Услану Джагаеву. Тренер надеялся, что и 2020 год окажется не менее успешным. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы. Было отменено большинство соревнований. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чивоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова